Всем привет! Если будут какие-то посторонние шумы на заднем плане, то я извиняюсь, это дождь идёт и барабанит по окнам, по подоконникам. По-моему, будет очень громко. И сегодня я решила вам рассказывать, начать рассказывать о своих любимых книгах, потому что это, по-моему, идеальный способ узнать меня лучше. И первая книга, о которой я хочу рассказать, это цикл Мервина Пика Гармингаст, его трилогия. Поэтому, потому что меня очень часто спрашивают, знакома ли я с этой трилогией, что я о ней думаю, стоит ли её читать или нет. И вот вам мой ответ. Мало того, что я знакома с этой трилогией, мало того, что её стоит читать, так это ещё и одна из моих самых-самых любимых книг. Поэтому, одни из моих самых любимых книг. Поэтому, вот, начну сегодня рассказывать. Во-первых, меня очень привлекло оформление. Оно просто, по-моему, замечательное, идеальное, прекрасное и действительно стоит тех денег, которые за него отдают. И очень как-то вот правильно, точно характеризирует эту книгу. Поэтому, в общем, я её решила купить. Решила начать с ней знакомство. Тем более, что я, в принципе, люблю объёмные книги. Хоть я их и боюсь, но объёмные книги – это как-то вот способ больше проникнуться героям, больше зарядиться этой атмосферой, полюбить эту книгу. Вот. И также меня ещё привлекло, что в аннотации написано, что эту книгу сравнивают с работами Эдгара По, Кавки, Брэдбери и Диккенса. То есть, Эдгар По и Диккенс для меня стали решающими, и я решила прочитать. Эта книга повествует нам об огромнейшем замке Гармингасте, в котором живёт из поколения в поколение род Гранов. Мы не знаем, нигде находится этот замок, в нашем ли мире, не в нашем. Мы не знаем, что за пределами этого замка. Мы знаем только, что существует такой замок. Граны живут очень странно. Они живут слепо, следуя и очень так фанатично следуя традициям своего рода. У них есть огромнейшая библиотека, в которой в огромнейших книгах записано огромнейшее количество всех их традиций. И они бывают настолько нелепы. Например, какой-то наследник каждый второй вторник декабря, например, должен пропрыгать на одной ноге по всему замку, подняться три раза по лестницам туда и обратно и постоять на голове 10 минут. И никто не относится к этому как к бреду. Все очень честно, очень точно выполняют эту традицию. То есть вот в этом такой вот шарм книги в том, что она очень необычная. Вот она необычная атмосфера, она необычна традициями, она необычна каким-то своим духом. Необычна она еще, например, тем, что когда мы начинаем читать, мы узнаем, что вокруг этого замка есть маленькие такие поселочки, в которых живут обыкновенные жители сельские. И единственной радостью у этих жителей есть такой вот, можно сказать, конкурс, который проводится раз в год жителями Гармингаста. Конкурс фигурок. То есть все жители целый год делают какие-либо деревянные фигурки, целый год их совершенствуют, чтобы выставить их на этот конкурс. Три фигурки, которые побеждают, их отправляют в специальную огромнейшую комнату в Гармингасте, в которой живет человек, который их охраняет, который из них вытирает каждый день пыль, но который из этой комнаты даже не выходит годами. То есть уже многие даже забыли о его существовании, просто приносят ему еду и все. Остальные фигурки сжигают. И после этого конкурса цикл жителей этих начинается заново, им приходится заново эти фигурки все строить, и они совершенно не жалуются. То есть вот такие странности какие-то меня поначалу очень начали привлекать. Также странности, присущие всем героям этой книги. Очень мне нравится, когда какое-то определенное количество персонажей закрыто в одном каком-то замкнутом пространстве, в данном случае в замке, и вот можно прослеживать их отношения, как-то развитие их характеров. Этот род Гранов не очень многочисленный на тот момент, пока мы читаем книгу. В него входит граф с его женой, их дочь и их маленький сын, который совсем недавно родился, наследник. Также туда входят слуги, нянечка, дочери их, дворецкий, повар, в общем, и еще куча всякой маленькой прислуги, о которой нам особо и не рассказывают. А, и, конечно же, вот этот хранитель самих традиций Гармингаста, который каждый день их перечитывает, собирает, напоминает каждому члену, когда ему надо что выполнить, подготавливает эти все обряды. То есть тоже очень такой вот уважаемый человек. Характеры у них необычные в том плане, например, что расскажу о графине. Графиня очень замкнутая, нелюдимая женщина, которая общается с котами и птицами. Для котов у нее есть тоже, опять-таки, огромнейшее помещение в замке, голубого полностью цвета, с голубыми стенами, в котором живут миллионы белых пушистых котов. И вот часто Мервин Пик описывает, как эти коты блуждают по замку такой вот огромной белой снежной волной. И это очень красиво представлять. Вот, и даже с собственными детьми она особо не общается, не поддерживает с ними никаких теплых отношений, потому что ее больше интересуют птицы и коты. То есть и вот такая вот какая-то чудинка есть практически у каждого персонажа в нашей трилогии. И, в общем-то, события начинают накаляться тогда, когда в Гармингаст попадает молодой человек работать. И вот молодой человек понимает, что он хочет как-то влиться в эту семью, иметь какую-то определенную власть. То есть он недоволен обыкновенными обязанностями какого-то помощника-повара, ему нужно что-то больше. И вот начинают развиваться наши события. Этот молодой человек пытается хоть как-нибудь где-нибудь пробиться в Гармингасте. Как на это реагируют наши жители-затворники, которые целыми днями видят друг друга и никаких новых лиц особо и не видят. А тут появляется новое лицо, еще такое амбициозное. И это как-то очень ново, очень сполошило весь замок. Вот, вот это, можно сказать, такой сюжет. У этой книги есть очень-очень много плюсов, у этой трилогии есть очень-очень много плюсов. Но огромнейший из них, самый огромный, такой вот размером с целую планету плюс, это язык. Я такого языка не встречала еще ни в одной книге, скажу вам честно. Мервин Пик художник-иллюстратор, и он очень красиво рисует, он проиллюстрировал очень много книг. И то есть это сразу заметно, потому что он видит вещи не такими, как его видят обычные люди. Вот он видит вещи именно как художник. И он некоторым вещам находит такое описание, что у тебя захватывает дух, и ты думаешь, как я вот вообще мог не понимать, не видеть в этой вещи, обыкновеннейшей вещи, такой вот какой-то глубины красивой, которую отыскал Мервин Пик. Например, вот меня очень поразило, не то чтобы очень поразило, но мне очень понравилось, как Мервин Пик описал повара Гармингаста. То есть повар этот огромный, он жирный, просто невероятных размеров, и очень часто на этом акцентируют внимание Мервин Пик. И понятное дело, рядом со всеми вот этими штамповыми описаниями, рядом с горами жира, которые перекатываются при ходьбе, и Мервин Пик вставляет еще интересное описание, например, что этот повар все время носит с собой монетку, потому что его пальцы настолько заплыли жиром, что не издают костяшками стук об двери. Поэтому ему приходится стучать монеткой, чтобы все понимали, что он стучится в дверь. То есть и вот все такие какие-то интересные мелочи Мервин Пик умеет подметить и очень красиво описать. И вообще вся эта трилогия, можно сказать, как стихи в прозе, потому что то, как красиво описывает Мервин Пик природу, то, как красиво Мервин Пик описывает характеры, вообще каждая строчка настолько идеально проработана, выверена, что вообще ни к чему не придраться на самом-то деле. И где бы ты ни открыл книгу, на какой бы странице ты ни открыл, тебе обязательно попадется какая-то строчка, если не целый абзац, который захочется читать, перечитывать и учить наизусть. Но рядом же с таким же плюсом огромнейшим, конечно же, присутствует маленький минус в том плане, что эту книгу нельзя читать на ходу, нельзя читать в транспорте, нельзя читать, когда рядом играет телевизор, музыка, кто-то общается. То есть эту книгу надо читать в абсолютной тишине, полностью сосредоточенно, чтобы вот как-то влиться в эти красивые описания, влиться в эту атмосферу, не потерять нить повествования, потому что можно задуматься и понять, что ты уже 20 минут думал, что читаешь описание природы, и оказывается пропустил уже очень много интересных поворотов сюжета. Несмотря на объем, трилогия в принципе мало насыщена событиями, то есть все события, которые происходят в первых двух томах, самых объемных по 800 страниц, это все события внутри замка, которые происходят с нашими героями, и возможно кому-то это покажется довольно неинтересным. Но так, для затравочки, если вы уже поставили крест на чтение этой книги, то там будут и убийства, и какие-то интриги, то есть в принципе интересного там тоже очень много. Это что касается всей трилогии в целом. Теперь расскажу о книгах по отдельности. Моя самая любимая книга, моя самая любимая книга это второй том, потому что обычно вообще в трилогиях у меня самые любимые книги это вторые, потому что первые они более вводные, они знакомят читателя с тем миром, в который мы погружаемся, с теми персонажами, с которыми нам предстоит иметь дело. А третья книга это уже более прощальная книга, когда ты читаешь сквозь слезы, понимаешь, что уже все, что трилогия заканчивается, с героями пора прощаться, поэтому она обычно самая печальная. А вот вторая книга, в ней нет ни приветствий, ни прощаний, она такая вот именно кульминация, все по сути, все события такие кульминационные происходят обычно во второй книге. Так произошло и в этой трилогии. Во второй книге у нас более такая, можно, вторая книга, можно сказать, самая легкая, в том плане, что она больше насыщена событиями, какими-то смешными моментами. Кстати, юмор в этой книге тоже такой вот есть. Мне очень нравились главы, как сестра врача Гармин Гаста, такая уже пожилая старая дева, решила на старости лет найти себе мужа. И, в принципе, Гармин Гаст для этого очень благодатная почва, потому что в Гармин Гасте есть отдельные классы, можно сказать, внутренняя школа такая гармингастовская, и очень много профессоров преподают там вот нашим детям Гармин Гаста, детям Граанам разные предметы. Вот, и очень много этих пожилых профессоров, каждый опять-таки с какой-то чудинкой, с какой-то его определенной вот такой именно его чертой характера. И вот это как бы очень забавно читать, как вот эта вот старая дева готовится к вечеринке такой, на которую приглашают всех этих профессоров. И эти приготовления, сама эта вечеринка, эти профессора там, то есть вот это мне очень понравилось, я эти моменты перечитывала, эти главы перечитывала раза по три, очень уже они мне запали в душу. И вот больше всего, конечно же, выбивается из всей трилогии третий том, потому что действия уже третьего тома происходят не в самом замке Гармин Гаст, а за его пределами. И очень маленький объем, что меня очень расстроило, и вот у нас есть возможность познакомиться совсем чуть-чуть с тем миром, который окружает Гармин Гаст. Эту трилогию можно назвать трилогией только номинально, потому что Мервин Пик, к сожалению, не планировал ее трилогии, но умер во время написания. Его поразила очень тяжелая болезнь, он не мог больше продолжать писать свои книги, поэтому вот имеем, что имеем, к сожалению. И очень грустная страница, вот самая последняя в третьем томике. И начиная с этого момента, и смысл написанного, и сам почерк автора становится слишком сложным для расшифровки. Но замысел книг о Титусе никогда не ограничивался трилогией. Вот оставленный Мервином Пиком список возможных персонажей и явлений. Богатство, долги, общество, пираты, русалки, мечтатели, декаденты, атлеты, коллеги, любители кровавого спорта, краски, запахи, звуки, тона, попрошайки, бродяги, бесы, ангелы, банкиры и так далее, и так далее. Последняя строчка. И ах, что бы это были за книги? Я полностью согласна с этой страницей. Очень жаль, что Мервин Пик рано ушел из жизни, и что не смог написать еще больше книг. Но я обязательно буду читать еще раз, перечитывать эту трилогию, можно так сказать. Потому что я ее очень люблю, и вам советую хотя бы познакомиться. Хотя книга, скорее всего, не для всех, понравится далеко не каждому. Но если понравится, то уж очень. Вот вы познакомились с моей первой книгой любимой. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, я вас вдохновила прочитать Мервина Пика. Пишите свои впечатления, если вы читали эти книги. Всем спасибо, пока!